И 17 лет стою на очереди по программам молодой семьи. Учительница, да? Я инструктор по физической культуре в детском садике. Но все равно в детском садике. Понятно. Будем только, конечно, там есть большая достаточно очередность. Сходу тоже решить это невозможно. Но будем. Спасибо большое. Первый взнос не стопроцентный, взнос и дальше. Это понятно. Субсидии потом. Спасибо большое. Дальше, пожалуйста. Уважаемый Николай Иванович, благочинный Сызранского округа, отец Григорий Каберник. У меня есть вопрос. Спасибо прежде вам сказать хочу за ту помощь, что вы делаете для Православной Церкви. Но у нас есть в центре города Христорождественский собор Петровских времен. Он был нам отдан еще в советское время, где не было крыши, не было ничего. Но мы силами своими, собора, людей наших очистили его, сделали крышу. И в прошлом году по властине Владыки мы сделали внутри храм, где на Рождество служили Божественную Литургию. Но вопрос у меня и просьба такая. Дальше нам министр культуры Рыбакова запрещал мне внутренне делать работы без всяких проектов и прочее. Сейчас мы имеем проект, имеем смету, чтобы наружные работы сделать храма, потому что купол уже сгнил. Вы были там, вы видели такое место благодатное, понимаете, в таком запустении. Город не может помочь, потому что это федеральное значение. И я просил бы вас посудействовать, чтобы в этом году хотя бы заменили купол и крышу, потому что 330 лет явления Федоровской иконы Божьей Матери в этом году. И хотелось бы, чтобы этот храм, как он первый храм в Сызрани, был в надлежащем виде. Конечно, я понимаю финансовые положения, трудности области и города, но если мы не будем, как говорится, сохранять свое духовное наследие, как же мы будем дальше существовать? Спасибо вам. Хорошо. Хорошо. Николай Иванович, Николай Иванович, здесь. Жилюта Сергея Викторович, Российская зеленая лига. 15 марта этого года в городе Сызрани по моей инициативе было проведено выездное заседание Общественной палаты Самарской области по экологии. Значит, Виктор Викторович был. Значит, на этом заседании администрация, она проходила по городу Сызрани, городу Октябрьске, Сызранскому и Шугунскому району. Значит, власти пришлось разговаривать на равных с жителями города, которые задавали вопросы и требовали на них ответа. Значит, много было выявлено проблем, через Общественную палату мы это вам донесем, но вопрос такой. Значит, Общественная палата это является, ну, все-таки совещательным органом. Просьба, допустим, мы к вам обратимся через Общественную палату, чтобы вы, ну, распоряжением или попросили, скажем, членов правительства Самарской области приезжать к нам в город, ну, по нашей просьбе, для проведения круглых столов. То есть в этих рамках, в рамках гражданского общества мы планируем решить многие вопросы с тем, чтобы многие, которые задаваются сейчас, тогда бы, наверное, не прозвучали. Хорошо. Ну, это правильно, что если будет постоянный диалог и оперативная реакция на поставленные вопросы, и будут возможности эти проблемы решать, понятно, подобного рода вопросов будет значительно меньше. Я полностью с вами согласен в этом отношении. Только в том числе мы должны сделать все, чтобы, ну, реально понимать ситуацию, реально понимать обстановку, чтобы ставить задачи разрешимые и выполнимые. Это тоже очень и очень важно. Очень важно для того, чтобы, ну, был конструктивный диалог с институтами гражданского общества, чтобы можно было опираться на эти институты, опираться. А не так, как иногда у нас тоже бывает. Делается это только для того, чтобы, условно, пиарить или ту или иную организацию, или пиарить самого себя. Я не к вам отношу, потому что совершенно не к вам. Такое у нас тоже бывает. И я это вижу. И вот та реплика моя по поводу того, что, может быть, многие наши проблемы от того, что мы пока все вот больше митингуем, чем занимаемся реальными конкретными делами. Вот этап сильно там, на этом этапе задержались. Вот. Он тоже имеет место. И нам надо максимально, в том числе общественным организациям, максимально, ну, исходя из сегодняшних реалий, раз. И второе, максимально прагматично, ну, скажем, поступать в тех или иных случаях. Почему даже вот два противоположных предпринимателя поставили вопрос аренды лодочных станций, а другие там, условно, ставят вопрос обратно, для того, чтобы, ну, условно, учесть, максимально учесть и ту, и другую сторону, для того, чтобы принять то или иное решение. И в этом смысле, конечно, диалог с институтами и гражданского общества, он может быть очень полезным. И вот тут министры. Ну, и я думаю, у нас так сложится где-то. Мы время от времени будем встречаться. Значит, мы обратимся через общественную палату. Давайте, давайте, пожалуйста. Так. Вечер добрый, Николай Иванович. Вас беспокоит, это Курина Светлана, беспокоит. Вопросы у меня, даже не вопрос. Вот вы немножко затронули тему о гармоничном развитии общества. И мы сейчас собрались здесь в театре. Театр уже много лет. Надо отремонтировать, да? Да. Об этом хотите сказать? Вопрос, да. Об этом. Ну, я уже говорил. Ну, просто хотела цифры поднять. Ну, цифры нужны. Ну, мне уже сказали, порядка 100 миллионов, 100 с небольшим миллионов на ремонт надо, да? Вопрос, когда это может... Когда? 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 Вопрос, когда. Я хотел бы спросить, кто тут самый у нас это... А за сколько сделано будет? В смысле, не по сумме, а по времени. Потому что, ну, будут какие-то мероприятия, тут юбилейные мероприятия. В это время будут стоять, условно, леса тут. Это будет, наверное, не очень хорошо, да? Или как? Какие сроки можно реализовать этот проект? Николай Иванович, ради этого мы готовы найти другие площадки и провести в других. Потому что театр для нас действительно очень важен, Николай Иванович. На самом деле, это центр культурной жизни, исторический. И хотелось бы сохранить этот театр, который хотелось бы сохранить. Я уже говорил об этом, что, может быть, надо вот начинать с театра, для того, чтобы вообще культура у нас, значит, повышалась. Значит, мы будем делать всё, чтобы как можно быстрее решение по этому вопросу принять. Получится ли это в этом году? Пока я сейчас сказать не могу. Но то, что мы запланируем на будущий год, 100%. Николай Иванович, второй микрофон. Добрый вечер. Каправлова Галина, компания Самарэнтур. Сызрань, при всех его недостатках, очень красивый город. Согласны с нами? Очень есть, что посмотреть в городе. Очень красивая, замечательная история в городе. Но когда-то очень давно в городе работал речной порт и был водный путь. В 2009, в 2010-2011 годах силой администрации города и компании «Волгокройссервис» мы попытались восстановить заход теплоходов, причаливания в порт. Были организованы экскурсии и программы всевозможные. Я тему эту изучал, сразу, чтобы не затягивать время, я эту тему изучал. Значит, Министерству транспорта надо срочно изучить. Передайте там записки, которые были, Максим Александрович. Значит, передайте Министерству транспорта. Там эти проблемы все описаны. И давайте мы рассмотрим. Рассмотрим. Я знаю, что это филиал речного порта в Самаре, да? Рассмотрим в комплексе. Мы сейчас будем решать там вопрос в Самаре с руководством, управлением и так далее. И мы попытаемся сделать все, чтобы в Сызране тоже все заработало. Мы можем надеяться, да? Да. Спасибо большое. Да. Там, правда, тоже затраты достаточно большие. Там надо в ряде мест углубить. Пристань там порядка 20 миллионов рублей только на эти работы. Вы слышите это или вы убегаете? Да, да. Николай Иванович, добрый вечер. Вы уж извините, что мы так... Мы жители общежития, которое сгорело 20 марта, со двумя жертвами, мать и дочь сгорели. Мы хотим узнать, когда будет решаться наша проблема. Я, конечно, понимаю, у всех свои проблемы. Но наша проблема, по-моему, уже некуда больше. 36 семей по Пензенской 10 обитает кто где. Куда вы меня обращались? Какая причина пожара, скажите? Ну, причина сгорела от с одной комнаты. Наш четвертый этаж. Я как раз вот прям дверь в дверь, где погибли вот мать с дочерью. Но это невозможно. Мы живем кто где. Света нет. У нас единственное было то, что мы могли там жить, это свет. Ни газа, ничего. В центре города живем. Жили вернее. А сейчас мы вообще обитаем кто где. Кто снимает? Вы тоже представляете, какой это непростой вопрос. Я понимаю. Мы вам писали, мы вам отправляли кучи документов. Подождите. Мне понятно. Вы понимаете, чтобы дать возможность расселить всех нормально. Какой непростой вопрос. Вот почему мы в том числе доводим до такого состояния там, где мы живем. А вы знаете, что наше здание 900-го года. Он даже старше, чем это 900-го года. Там внутри все деревянное. Там только наружное, кирпичное. Оно сгорело, как спичка. Если бы еще на 5 минут позже приехали, там было бы намного больше жертв. Но от чего загорелось? Ну в комнате загорелось. Электричество, говорят. Нам же никто ничего не договорил. Какая причина? Кто может сказать? Пожарники тут есть? Есть представители пожарных. Да? Были представители пожарных. Я видел. Они только штраф собирают. Кто у нас? Они только приходят, на штраф собирают. Представитель ГОВД есть? Полиция у нас кто есть? Никого, никому мы не нужны. Мы месяц ходим, оббиваемся. Сейчас, одну минуту. Приглашались, нет? Да, приглашались. А где представитель полиции? Ну-ка, позвоните, найдите быстро. Полицию или... Полицию и пожарного. Так, хорошо. Понятно. Хорошо, понятно. Посмотрим, подумаем. Потому что это, на самом деле, непростой вопрос. Но надо в течение лет что-то делать. Я тоже житель этого дома. Думаю, вчера утром, мы когда вышли на площадку, у нас под дверью была тряпка сожженая. Мы там пять человек караулем вот эти четыре этажа. Пять семей. Так. И скоро, наверное, и нас сожгут. И кто такие? Мы не знаем. Мы вышли утром, у нас под дверью сожженный предмет. И чего мы ждем? Мы просто хотим, чтобы наша проблема решалась как можно быстрее. Чтобы это не оттягивалось на долгое время. Ну, вы понимаете, что это непростой очень вопрос. Я думаю. Вот мы хотим, чтобы это не откладывалось. У нас в Сызране готовое жилье есть? Нам предлагают маневренное жилье, но мы не можем оставить наши комнаты. Нас и так залило до первого этажа. Если мы уйдем, у нас там ходят наркоманы и мародеры и бомжи. Мы останемся вообще без всего. Тогда как вы ставите вопрос? Мы ставим вопрос, чтобы хотя бы, вернее, наш дом уже сейчас подходит и под статус ветхого жилья, и аварийного. И так как протекло до первого этажа, уже идет угроза обвала. Мы хотим, чтобы наша проблема решилась как можно быстрее. Подождите. Сколько там квартир? 36. 4 этажа, 36 квартир. Четвертый этаж, сгорело 3 квартиры. Хорошо. Но надо иметь тоже еще раз в виду, что мы должны везде подходить, во всех случаях, очень ответственно. Да мы и так уже. Очень. Мы были в понедельник у начальника ЖЭУ, у Лашкина Александра Викторовича. Через 2 часа к нам пришел электрик, чтобы включить нам электричество. Хотя на этаже только один. Хотя у нас, хотя у нас все стены мокрые. Мокрые почему? Дома? А потому что нас пролило водой, у нас 12 часов текла вода. И нам хотели подключить, хотя в обед ни одного человека не было во всем общежитии. И хотели подключить электричество. Разве это можно? Еще одно пожар, чтобы произошел. Пожалуйста, возьмите на заметку нашу проблему. Хорошо. Благодарно вам. Николай Иванович. Николай Иванович. Да. Решите вопрос со второго микрофона. Так. Николай Иванович. С 1 января 2013 года в многоквартирном доме, конкретно для нашего многоквартирного дома, в котором я проживаю, были повышены тарифы на услуги ЖКХ и, в частности, на горячую воду. С 1 января? Да. Например, если в декабре 2012 года я платил за 1 кубический метр воды 92 рубля 50 копеек, то за январь управляющая компания насчитала мне размер тарифа 189 рублей, рост составил 211 процентов, а в феврале месяце уже 1 куб стоил 205 рублей, рост составил 225 процентов. Поэтому вопрос такой. На каком основании, вернее, скажите, если можете, нормативный правовой акт, на основании которого были повышены услуги на горячее водоснабжение в размере более чем на 200 процентов, если можно? Нормативного акта нет такого. Тогда у меня просьба разобраться в этом вопросе, потому что я считаю, что это абсолютно неправомерно. Разберитесь и в прокуратуру. Потому что в соседний дом я живу по улице Держанского. В прокуратуру областную. Мы уже взяли координаты и договорились, что завтра мы свяжемся и получим копию платежных документов. В 11 дом эта же водичка поставляется мубже 74 рубля за подогрев и 14 рублей за компонент. По указу президента с 1 января ничего не могло измениться. Изменения могут быть с 1 июля. С 1 июля тариф на подогрев там 1696 рублей. Если я сейчас плачу, допустим, 205 рублей, то с 1 июля я буду платить в районе 300-400 рублей. Это бешеный рост. Хорошо, разберутся. Обязательно разберутся. Второй вопрос. Выступая перед жителями, Вы сказали о том, что все эти жилищно-коммунальные хозяйства находятся в неудовлетворительном состоянии. То есть, соответственно, необходимо изыскивать где-то денежные средства для того, чтобы привести их в надлежащий вид. Вопрос. Где-то с 2009 года по 31 декабря 2012 года, соответственно, каждый житель оплачивал надбавки за водоотведение, за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение и за тепло. Но, скажем так, что вопрос будет такой. Означает ли это, что вновь, может быть, не с этого года, не с 1 января, а может быть, где-то с середины года, мы вновь, как и ранее, будем платить инвестиционные надбавки к тарифам на услуги ЖКХ для того, чтобы вот эти сети привести в надлежащее состояние? Однозначно на этот вопрос ответить невозможно. Почему? Потому что надо считать, что в каком состоянии, условно, те или иные сети, какие суммы туда нужны, в каких объемах и в какие сроки. И достаточно ли тех денег, которые, условно, платились предыдущие 5 лет, о которых вы говорите, да? Это надо считать, смотреть. Но, в принципе, частично, да, не частично, большая часть укладывается в инвестиционную вставляющую для того, чтобы обновлять сети. И я хочу сказать, что если все аккуратно бы делалось, то можно было шаг за шагом сети обновлять на том тарифе, который мы имеем. Но были целых две программы по поводу водоканала, сетей водоканала централизованных и сетей теплоснабжения. Программа чьи? Программы городские. Это программа городская, да, дома городского округа, принимала эти программы. И там все было обосновано, сколько нужно денег. Соответственно, на три года разбили все это дело и были составляющие вот к инвестиционным... Ну, если все это просчитывалось уже, была программа, вы так платили, конечно, можно спросить с местной власти. Ну, так сети тогда должны быть в надлежащем состоянии. Да, да. Но вот в том и вопрос. Согласен. В данном случае согласен. Если уже все считалось, была программа, все было обсчитано в течение трех лет, но мы знаем и другое. Мы знаем, что тут... И когда в том числе главу города на комиссии по антирористической, ну, самая там высокий статусная комиссия в области, которая рассматривалась из состояния в ЖКХ, и в том числе по Сызрани, там были примеры такие, что, значит, в одном месте 70 миллионов куда-то ушло, даже приводилось примерно 130 миллионов, потом глава уточнил, что 70 миллионов рублей. Конечно, если такие утечки уходят от тех денег, ни сетей, ничего новых не будет. И вот в том числе не контролировать людям, тем товарищам, собственникам жилья, власть так будет подходить к этому вопросу. Мы доведем до того, что нам жить будет невозможно. Я согласен с вами. Надо разобраться. Я прошу, посмотрите, что касается этой программы, какова была инвестиционная составляющая. Я не исключаю, что это уже вернуть будет практически невозможно. Не исключаю. Потому что у нас есть и огромное число обманутых дольщиков по области. Вы знаете эту проблему, да? Да. Да. Больше 10 тысяч человек, людей, которые вложили деньги, не получили жилье. И вернуть сейчас невозможно, потому что это кто 10 лет назад, кто там 8 лет назад, кто 7-6 лет назад. Понимаете? Говорят, ты проблем подобного рода, к сожалению, очень много. Очень много. Вот сейчас вопрос стоит так. На самом деле, и мы в том числе, вот многих людей сейчас уже нет, те, которые задавали вопросы. И мы совместными усилиями, если мы хотим жить, чтобы если у нас была здесь перспектива, в Сызрани, там, в любом другом городе, в области, мы должны очень активно, общими усилиями решать те проблемы, которые есть. Слушать друг друга, терпеть друг друга, терпеть. И шаг за шагом двигаться. Пока стоял, чуть не забыл. Я не исключаю, что не все вопросы можно решить. Почему я спрашиваю с этим домом? Вот сейчас. А вдруг специально подожгли, для того, чтобы... Электричество, если залило, есть тоже люди, которые должны за это отвечать. Тоже есть люди, которым платятся деньги, которые за это должны отвечать. Электрики, имейте в виду, вот я хочу еще раз сказать. Меня не удивляют, ряд вопросов удивляет. Электрик у кого-то сегодня получает зарплату. Кому-то, кто-то за счет этого электрика получает сам зарплату, сидя в кабинете. Сидя в кабинете. И он несет юридическую ответственность, тоже в итоге случилось в одном или в другом месте. А давайте сейчас вот государство найдет 36 квартир и сразу расселит. Вот женщина с двумя детьми, которая жилье по закону, все-все, и то не может получить сходу. Вы же понимаете, что это 36 квартир, это стоит под 100 миллионов рублей. Под 100 миллионов рублей. Они же не валяются, вот сегодня вытащили из кармана, и давайте 100 миллионов рублей отдали. Поэтому и сейчас должен вернуться начальник полиции и другой. А где причина? В чем причина? Вам что, это неинтересно? Вы исполняющие обязанности? Так точно. Я здесь был, убыл на 10 минут, вызывали в дежурную часть. Я здесь находился. Меня отсутствовало 10 минут. Какие причины? Что за... Значит, предполагаемая причина, неосторожное обращение с огном, возбуждено уголовное дело по статье 109-й части 2-й, расследование проводит Следственный комитет. После того, когда сигнал к нам поступил, все наряды выехали, наряды полиции принимали мероприятия по охране общественного порядка. Уголовное дело по факту или по лицам уже? Уголовное дело возбуждено по факту, но лицо установлено. Расследование осуществляет Следственный комитет. Хорошо. Ладно. Садитесь. Я могу? Кто я? Пожалуйста. У меня два вопроса, в общем-то, короткие вопросы. Они, скорее всего, областные, наверное, скорее всего, не касаются города. Это даже не вопрос, а предложение. У нас шесть въездов в город. Семь. Шесть. Ни один из них не освещен. Подскажите вашим дорожникам, хотя бы там столбы со светоотражателями поставить, найти въезд в город, даже мне, прожившему здесь, жизнь, ночью и зимой невозможно. У нас там без конца аварии. Был чудовищный случай год назад, когда КАМАЗ намотал женщину, на фуру намотала женщину и волокла ее 5 километров. Все сказали, значит, ужасный водитель. Да ни черта не ужасный, он просто ничего не видит. И там постоянно. Это первое предложение. И второй вопрос. Я тут человеку, значит, задавал, мне сказали еще раз повторить. Когда закончатся эксперименты со средней школой? Нет, не надо, не надо оваться. У нас, значит, самое... Что произошло? Одиннадцатые и десятые классы вдруг стали... Короче говоря, половина школ перешли на восьмилетку по старому. Ребенок имеет школу под домом, под окном. Проучился девять классов. В десятый он садится на автобус и через весь город едет куда-то. Куда-то зачем? Потому что все, значит, выпускные классы согнали в 3-4 школы по городу. И там вот начинается это кучкование. У нас резко упал, значит, подготовка к ЕГЭ. Нагрузка на педагогов, я волнуюсь, извиняюсь, выросла со страшной силой. Они просто не в состоянии подготовить людей к ЕГЭ. Дети, значит, проучившиеся 9 лет в школе, вырываются из привычной школы, едут за 20 километров в школу каждый день, попадая там в совершенно незнакомую обстановку. Там их никто из детей не ждет. Я лично слышал, значит, как их там называют гастарбайтерами. Вы тут понаехали тут. Вы представляете, что происходит? Вопрос, когда это закончится? Почему вообще это надо вводить? А ваше предложение? Мое предложение, если есть средняя школа, вот она должна быть средней школой. Малокомплектной, немалокомплектной. Она должна быть средней школой. У нас город 40 километров длины. Так? А вот теперь представьте, во сколько на руднике должен встать ребенок... У нас отец класс, это не приятно. У нас школа отец. Хорошо. Наши дети не едят. Хорошо, замечательно. Хорошо. Бог с ним, с рудником. Собросовская площадка. Значит, ребенок должен встать в 6 утра, выйти к школьному автобусу, доехать до Мангары, куда его записали. Значит, естественно, потом никаких внеклассных занятий, никаких спортивных секций и так далее, и так далее, и так далее. Почему? Потому что он привязан к автобусу. И кроме того, это нагрузка на него, вот с этими поездками, и нагрузка на родителей, которые все это проплачивают. Вот, в общем, все. А родители что, проплачивают эти поездки? Ну, а кто платит? Ну, имеется в виду, что он, естественно, не успевает из школы на школьном автобусе. Он садится на рейсовый. 15-18 рублей отдай каждый день. Ну, и так далее. Почему вы считаете, эксперимент или что тут изменено? Что от того, что есть восьмилетки остались, да, и есть где работают полная школа, да? Предположим, в школе было 11 классов. У учителя был один класс. Она его ведет от первого до последнего. Ну, хорошо, с пятым. Ну, граждане, я начну. Ну, что, хватит? Не так, что ли? Не так. А что, с 3 школы? Какие 3? 3 школы. 39-я ездит на Монгору. 21-я ездила на Монгору. Ну, что вы мне рассказываете, когда у меня там племянник оттуда ездит? Ну, видите, единого мнения нет. Во втором вопросе. Во втором вопросе. По первому вопросу, значит, тон ваш по первому вопросу мне не сильно понравился. Почему? Вот вы скажите своим дорожникам, да, пусть хоть они это, да, своим дорожникам. Вы слушаете, может быть, эта дорога и не наших дорожников? Может быть. Может быть. Согласны вы, нет? Я согласен. Я поэтому говорю, что это, скорее всего, муниципальное. Может быть, давно с местной властью пообщаться и посмотреть по этим въездам, да, откуда они. Там же достаточно сложная структура дорог, но то, что надо дороги освещать максимально, я с вами согласен. Согласен. Только не надо, может быть, сразу дорожников, вот они, новый человек пришел. У нас сделали въезд по декабристов, замечательная дорога, все замечательная дорога, разметочку сделали, все. Забыли поставить указатели, что здесь въезд. Ночью не найдешь, зимой не найдешь. Ну, я с вами полностью согласен. Я не знаю, кто за это отвечает. Это элементарная вещь. Все. Это же элементарная вещь, на самом деле. Поставить табличку, что улица такая, или, условно, выезжаешь в Сызрань, или выезжаешь из Сызрань. Вы это ведь имеете в виду? Я имею в виду не только табличку, не только указатель, но еще и разметку, и освещенную. Хотя бы отражательные все эти самые. Понятно. Хорошо. Микрофон номер. Хорошо. Что касается школ, вопрос очень непростой. Очень непростой вопрос. Тут разные точки зрения. Вот они и сейчас здесь сразу, эти точки зрения разделились, да? Можно вставлять все в одном месте. В одном месте. Можно, условно, формировать так называемые центры, где лучшие кадры, которые обучают в девятом, десятом классе, потому что школьник сейчас стал немножко иной. Он получает очень много информации. Очень много информации. И обучая его там в десятом, в одиннадцатом классе, сейчас стоит вопрос готовить специальных учителей, специальных, дополнительную подготовку учителей. Дополнительную подготовку, потому что проверки, проведенные по стране, почти половина физиков, математиков не могут в десятом, одиннадцатом классе на современном уровне преподавать уроки, чтобы готовить того, который потом мог бы быть конкурентоспособным. Понимаете? И тут, если он с пятого класса или там четвертого начал, и его вот ведет до одиннадцатого класса, даже мы, когда учились, я помню, давно, вот до шестого класса довел одна учительница, а с седьмого взяла нас по математике другая, более подготовленная, понимаете? Более подготовленная, да, и вела. И в эту школу, в восьмой тогда не было одиннадцатого, в восьмой и десятой классы приезжало еще одиннадцать школ к этим учителям. Еще одиннадцать школ. Ну, это не городская сеть, а это причины были там основные другие, но и в том числе три-четыре учителя было ключевых, которые готовили людей в итоге, в том числе победителей Олимпиад. Победители Олимпиад. И непростая на самом деле тема, или оставаться вот на месте, где будет в классе восемь человек, да, восемь человек, который, естественно, не будет так оснащен, потому что все оснастить невозможно. Не кадрами такого уровня подготовить все сложно. Самарская область здесь один из, скажем, лидеров в реорганизации, в структурной реорганизации учебных заведений. Плюс этот или минус? Надо, покажет время. Покажет время. Значит, я тоже еще раз хотел сказать, еще раз сказать, давайте слушать друг друга. Да, слушать друг друга. Вы видите сразу несколько мнений. Я знаю другие примеры, совсем с другого края. Совсем с другого края. В обратную. Где вот эта сквозная, о чем вы говорите? Сквозная. Есть вопросы. Есть вопросы. Есть несколько неотдельных школ. Родители начинают с седьмого класса сами детей забирать и отвозить в другие школы сами. Почему? Потому что считают, что вот с этой базой неполный комплект в школе. Значит, педагогический состав, он уже не тот. Зарплаты не те. Потому что подушевываю финансирование сегодня. Нельзя жить. Учительница, ведущая 25 человек, учительница, которая ведет 8 человек в классе. Одну и ту же зарплату платить нельзя. Согласны вы с этим или нет? А? Согласны? Что у этой нагрузки намного больше. И получается, начинается естественный отбор. Там, где так, с большей зарплатой, лучшие учителя туда идут. Постепенно, постепенно. Вот это происходит. Поэтому, получается, стихийно начинает из таких школ перевозить своих детей в другие. Где уровень в итоге намного выше? Он хочет, чтобы его сын или дочь получила знания, которые позволили бы дальше где угодно учиться. Поэтому вопрос не тема...